Место великой скорби и вечной памяти. Осенью 43-го обычный песчаный карьер стал ямой с большой буквы. 80 лет назад, холодным осенним днём, нацисты полностью уничтожили всех жителей Минского гетто. Сегодня даже погода оплакивает те ужасные события. Фрида Рейзман попала в Минское гетто, когда ей было шесть. О тех жутких годах помнят не всё. Тогда, много лет назад, она видела такое, что сегодня не хочется даже вспоминать. Самая бесчеловечная пытка с запахом. Когда весь лагерь умирает от голода, а над гетто витает аромат свежеиспечённого хлеба из соседнего завода. А ещё теснота, антисанитария и постоянный страх смерти. Когда я поняла где-то каким-то чувством, что не меня будут расстреливать, я пришла в себя и стала видеть, что тут делается. Вот у этой стены поставили девушек. Что у них на бирках было написано, я не знаю. Я не училась до войны. Но когда их расстреливали, была вот такая дождливая погода, кровь вниз на Шевченко. Гетто организовали в Минске в самом начале войны. Казалось бы, обширная местность, 40 улиц и переулков. На самом деле всего несколько километров, обнесённых забором. На каждого взрослого всего полтора квадратных метра. Через эту территорию смерти прошли более 120 тысяч евреев. И почти все остались там навсегда. Сегодня мы пришли на это скорбное место и для того, чтобы сказать своим потомкам, что такого не должно повториться. У нас проживают люди более 150 национальностей. Люди относятся к 25 конфессиям и религиозным объединениям. И все люди живут в мире и согласии. Этот овраг стал последним пристанищем для жителей еврейского гетто, которых безжалостно расстреляли немецкие захватчики. Немым возгласом памяти тех ужасных событий стал мемориал Яма. Скромный обелиск – первый и долгое время единственный памятник жертвам Холокоста на территории СССР. В 2000 году памятное место дополнила без слов понятная композиция. 27 обречённых мучеников идут в свой последний путь на дно Ямы. И пока мы приходим сюда, пока мы приводим нашу молодёжь, пока мы приводим наших стариков и очевидцев тех событий, очень важно, чтобы эти события не повторились вновь. И на нашей земле царила толерантная атмосфера. Не было места ксенофобии и расизму. На иврите слово «холокост» звучит как шоу, а это значит «катастрофа». Нечеловеческая катастрофа вселенских масштабов. Во всём мире уничтожено 6 миллионов евреев. Из них 800 тысяч – население Беларуси. К сожалению, не все жертвы Холокоста до сих пор известны. Но благодаря расследованию новых фактов преступлений нацистов в печальной книге памяти появляется всё больше имён. Екатерина Копылович, Евгений Титов, СТВ.